Новосибирские горнолыжные комплексы назвали даты открытия. И хотя снега еще мало, на помощь приходят машины искусственного оснижения склонов. А для тех, кому расчехлить лыжи и сноуборды совсем не втерпешь, некоторые горнолыжные базы уже дают возможность прокатиться. Мы узнали, какие и сколько нужно заплатить за возможность спуститься со склона. До наступления календарной зимы почти месяц, но новосибирские горнолыжные комплексы уже вовсю готовятся к наплыву экстремалов. С помощью специальной техники для оснижения склонов уже удалось создать снежный покров на трассах комплекса Иня на Ключко-Мышинском плато и популярному новосибирцев Таная в Кемеровской области. Из-за особенностей погоды и частых ветров трассы Таная наполовину состоят из искусственного снега. Благодаря этому покрытие трасс утяжеляется и не выдувается во время частых ветров. Трассы получаются достаточно жесткие, на любителя. Катать у нас нравится спортсменам и любителям скоростных спусков. Пухляка у нас не бывает, имейте это в виду, если никогда не катали на трассах Таная. А пока мы дуем первую трассу и, как все любители наших трасс, с нетерпением ждем открытия горнолыжного сезона, которое запланировано на 27 ноября. А вот горнолыжный комплекс Ключи в районе Академгородка уже открыт для катания. Работает пока только южный склон, ежедневно. Действуют только разовые подъемы, 70 рублей подъем. Абонементы пока не продаем. К выходным постараемся запустить северный и центральный склоны. Зависит от оснижения. Уже 13 ноября планируют открыть трассы в Шерегеше. Здесь для любителей экстрима устраивают настоящий праздник. В этом году это групповой спуск с горы, детские игровые программы и выступления творческих коллективов.